МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, жителей края ждет испытания с сильными морозами. По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток в регионе ожидается понижение температуры до минус 36 градусов. Причина морозов – мощный антициклон из Арктики. Он будет царить от Урала до Дальнего Востока. Днем температура в Алтайском крае упадет до минус 22, а ночью столбик термометра может опуститься до 36 градусов ниже нуля. Сейчас все службы спасения приведены в повышенную готовность. Подразделения МЧС, пожарные спасатели и все реагирующие подразделения готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам. При необходимости будут открыты мобильные и стационарные пункты обогрева для водителей и их пассажиров. Ближе к воскресенью синоптики обещают небольшое потепление. Однако в начале следующей недели морозы снова начнут крепчать. Температура воздуха в крае опустится до 36 градусов ниже нуля. Сертификатов по программе «Молодая семья» в следующем году должны выдать в два раза больше, чем в этом. Об этом рассказали сотрудники управления молодежной политики края. Чиновники убеждены, что прежде программа тормозилась из-за нерасторопных получателей. Напомним, в Барноле прошла серия акций, участники которых возмущались тем, что в городе не работает программа «Молодая семья». Вопрос о темпах реализации проекта жители адресовали в социальных сетях даже президенту Владимиру Путину. Наши новости, в свою очередь, обратились к ответственным чиновникам. По их словам, в следующем году молодым алтайским семьям выдадут порядка 500 жилищных сертификатов, из них 120 вылили на Барнаул. Специалисты отметили, что зачастую сами получатели сертификатов сдерживали темпы реализации программы. Несмотря на то, что программа очень популярна, существует ряд молодых семей, их немало, которые 9 месяцев, ходя со свидетельством, ссылаясь на то, что им было некогда оформить документы на жилье, просто-напросто они его не используют. И денежные средства мы начинаем предоставлять другой семье. Ежегодное финансирование программы около 300 миллионов рублей. В следующем году 200 с лишним миллионов предоставит федерация, по 80 край и город. Важно, чтобы все три источника вовремя профинансировали свою долю. В следующем году в крае займутся оценкой недвижимости по кадастровой стоимости. Первые несколько лет размер налога по новому расчету будет меньше, чем по действующему инвентаризационному. Об этом сегодня заявили эксперты сферы. Но они не исключают, что впоследствии ситуация может измениться. С 2020 года Алтай перейдет на новое начисление налога на недвижимость. Он будет зависеть от ее кадастровой стоимости. В отличие от инвентаризационной, она будет напрямую привязана к цене на рынке. На кадастровую стоимость будет влиять не только стоимость стройматериалов, возраст объекта, но и расположение. В частности, близость к красной линии, к памятникам архитектуры, истории. Эта оценка будет зависеть даже от освещенности объекта солнцем. Всего критерия в 56. В следующем году по ним оценят каждый дом, квартиру и земельный участок в крае. Займется этим специально созданное учреждение. По словам его директора, новые условия выгоднее, потому что стабильнее. Максимальная ставка будет составлять не более 0,3%. И она постоянно для любой кадастровой стоимости. То есть вот этих скачков не будет, непонятных скачков, когда один объект немного дороже по инвентаризационной стоимости другого, но налог платится там чуть ли не в 2-3 раза больше. Как поясняют специалисты, налоговую ставку в каждом муниципалитете определят местные депутаты. Именно от их решения будет зависеть, больше или меньше придется платить жителям и организациям за владение недвижимостью. Вместе с тем, добавляют эксперты, появятся и льготы. Объекты недвижимости в сельской местности, они будут исчисляться вот таким образом. Сколько бы не было квадратов, допустим, жилье, считаться налог будет за минусом 50 квадратов. В городе за минусом 20 квадратов. Барнауле, по словам экспертов, предстоит самая трудная работа по оценке недвижимости. Здесь нужно учесть и ту самую красную линию, и набор коммунальных удобств. Этот процесс начнется уже с 9 января. У собравшихся сегодня, а в том числе и предпринимателей, и представителей власти, пока слишком много сомнений насчет объективной оценки. Участники встречи опасаются, что кадастровую стоимость могут завысить. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости. 43 жителя региона сегодня получили государственные и краевые награды. Торжественная церемония прошла в Большом зале правительства. В числе награжденных председатель Краевого союза ветеранов Афганистана Сергей Завалихин, главный врач Краевой скорой медицинской помощи Сергей Бомбезу и другие заслуженные врачи, работники сельского хозяйства, деятели культуры. Так, прима музыкального театра Виктория Гальцева получила благодарность президента Российской Федерации. Медалью за заслуги в труде награждены 15 жителей. Среди них слесарь, водители, инженеры, машинисты, которые устраняли лесной пожар. Тренеры и другие мастера, посвятившие жизнь любимому делу. Ну а две жительницы Троицкого и Каменского районов награждены за ежедневный труд без выходных, что зачастую не виден. Наталья Вострикова в своей 38, мама шестерых детей, сегодня ей вручили медаль «Родительская слава». И вот в чем, по ее мнению, секрет воспитания достойных людей. Любовь, любовь, любовь. Если не любите детей, я не знаю. Как грибы, 80 новых пивных магазинов открылось в этом году только в краевой столице. Всего же в Барнауле их теперь более 700. И открыть точку, как выяснилось, совсем несложно. Причем нередко появляются пивнушки в самых неожиданных местах. Вот Евгения Одаровская шла в бассейн, а пришла, ну, сейчас сами увидите. Вот по этой тропинке мы с ребенком ходили в бассейн. Неплохой такой частный бассейн. Идем мы в этот раз, и вдруг я вижу, что на месте этого бассейна такая вот радость. Все, как дети любят, шариками. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. А где здесь бассейн у вас? А где у вас бассейн? Не знаю. Детского учреждения нет давно. Зато есть елочка, снегурочка и полный недетский ассортимент. Разливалось это море умышленно, повторюсь, на месте детского бассейна. Ничего незаконного. Старые хозяева съехали, пришли новые. В многоэтажке, опять же, не запрещено, значит, разрешено. Рядом со школой и детским садом, и здесь нарушений нет, расстояние позволяет. И строящимся садикам. А вот тут вопрос к руководству заведения. Магазин, где продают алкоголь, можно открыть не ближе 40 метров от социального объекта. Мне кажется, это совсем не место. Здесь рядом школа и детский садик, наверное, скоро будет открыт. Ответ мы смогли получить лишь в форме сообщения в мессенджере. Лексика, как говорят в таких случаях, сохранена. В данный момент никаких дошкольных лицензированных учреждений с нами не располагается. Уточнить деятельность строящихся объектов и их лицензирование вы можете в компетентных органах. Мы действительно не видим смысла обсуждать закрытие или открытие каких-либо организаций вблизи с нашими магазинами. Суть проблемы непонятна. В компетентных так в компетентных. Идем в администрацию. И выясняем, что рычагов воздействия у муниципальных властей на продавцов пива нет. Федеральным законом установлено, администрация города не вмешивается в процесс регулирования предпринимательской деятельности. Другими словами, снял или купил помещение, волен открыть в нем все, что угодно. Нужно лишь уведомить администрацию. Что же касается строящегося садика. Как только объект откроется, мы будем понимать, что наши полномочия правомерны. Внутри все действия для того, чтобы обеспечить действующее законодательство. Иначе говоря, если откроют действительно садик, пивной могут закрыть. А могут и нет. Будем следить. Не нравится пивное соседство уже много лет и жителям этого дома. У нас маленький ребенок. Естественно, пьяные люди не могут тихо разговаривать. С хозяином пивнушки, который открыл свою точку недалеко от школы и языкового центра, жители борются уже несколько лет. Поговаривают уж не депутат ли хозяин. Под окнами тем временем уже привычно дерутся, кричат и даже умирают. А многочисленные суды результатов не дают. Нарушений все нет. Вокруг разборки проходят, пьяные разборки, до драк доходит. Все это шумно. Только в трех домах этого района мы насчитали 9 пивнушек. Это не учитывая то, что алкоголь продают и в продовольственных магазинах. С начала года на первых этажах Барнаульских домов открылась 81 пивная. Всего же заведений с названием бар, кафе и прочими вывесками в краевой столице уже около 700. А вот бассейна для малышей до года в этом районе теперь нет. Зато есть статистика. Больных пивным алкоголизмом на Алтае 28 тысяч. И цифра выше, чем в среднем по России. Причем большая часть сильные и здоровые папы или будущие папы, чьи дети могли бы пойти все в тот же бассейн. Впрочем, Новый год не время для морали. Должны же хоть чьи-то мечты сбываться. Если б было море пива, я в Дельфином стал красивым. Если б было море лодки, стал бы я подводной лодкой. Евгения Даровская, Андрей Печоркин и Алексей Фризин. Наши новости. Обрученные в неволе, в алтайской колонии впервые за 20 лет прошло редкое событие – обряд венчания. Виновники торжества пара, которая шла к этому моменту три года. Что сподвигло совершить таинство с заключенным, которому предстоит провести за решеткой еще 15 лет, узнавала Валентина Аскерова. 40-летний мужчина, который прежде вел разгульный образ жизни, отсидел в колонии полжизни, настраивается и немного волнуется. С минуты на минуту он поведет избранницу к алтарю. После встречи с Зимфирой, признается осужденный, его жизнь повернулась на 180 градусов. Переосмыслил поступки и захотел не просто семью, а такую, чтобы под духовной защитой. Да и супруга, говорит Алексей, подстать, преданная, решительная, да и вообще красавица. Радостно, что вы решились, тем более зная настойчивость вашей супруги Зинаиды. И не первый год она уже упрашивает нас для того, чтобы официально, вот перед листом в церкви, этот брак был заключен. Причащается раба Божия Зинаида во оставление грехов меня и жизни вечную. Аминь. Пара семь лет назад познакомилась в горноалтайском следственном изоляторе. Их обоих подозревали в тяжелом преступлении. Зимфиру оправдали, а Алексей остался под конвоем на долгие 20 с лишним лет. Увидимый, салон. Ну, этого я вообще гоняла от себя. Почему? Ну, потому что не верила в ничего. А что заставило поверить? В его настойчивость. Как отобивался? Ой, всеми путями. Как бы я обратил на него внимание, спросил, как зовут, как бы в ответ услышал, что как бы из имфира. Правдами, неправдами, не рушая закон, как бы передавать, стараться записки. Это запрещено, переписка, правда. Даже шел на это. Сотрудники колонии говорят, что для обоих венчание – осознанный шаг. У Алексея впереди еще 15 лет заключения, а у земфиры 15 лет ожидания и редких встреч с мужем. Но женщина уверена, ее любви и терпения хватит преодолеть испытания временем и расстоянием. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. Помолим. Макар, Шайн и Мультик. Мы рацион подбираем специально. Для каждого вида животного это отдельный рацион. Естественно, для хищников мы положим мясо, курятину, крольчатину и другие лакомства и угощения, которые мы готовим специально. Кому-то будет рыба, и рыбный день у нас тоже мы устраиваем. Допустим, лисы с удовольствием едят рыбу, и мы им, конечно же, приготовим рыбу. Ветерок и Афина оказались расторопней своих сородичей. Пока те скромно стояли в сторонке, самые юные благородные пятнистые отведали лакомства. Косули, видимо, решили, что сегодня у них строгая диета. В присутствии зрителей и СМИ даже не притронулись к еде. Но испугались. Выходите оттуда, да они боятся вас. Такая сказка для животных в лесной сказке – обычное дело. Каждый год сотрудники зоопарка ходят в гости к питомцам, стараются удивить. До 31 декабря праздничное меню обязательно ждет каждого обитателя. У льва Алтая уже вон слюни бегут. Для царя зверей приготовят огромный кусок говядины высшего класса. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. В преддверии новогодних каникул Барнаульская театральная студия открывает серию спектакль «Царские елки». Проникнуться в праздничные атмосферы смогут не только ребятишки, но и их родители. Встать в хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой – уже добрая классика. В прямом смысле погрузиться в сказку обещают профессиональные актеры студии «Чуди Кидз». Ведь главной темой в этом году стал подводный мир. Дети смогут оказаться в роли добрых волшебников. Они помогут главным героям русалочки и крабу Севастьяну, преодолев все опасности, отыскать на дне морском символ Нового года – царскую елку. И какой праздник без мыльных пузырей! Восторг испытают не только дети, но и взрослые. В декабре у нас еще пройдут два дня спектакля – это 28-29 декабря и в январе со 2-го по 4-е. То есть для всех жителей города Барнаула и Алтайского края. Студия ждет всех желающих в гости. Актеры обещают надолго подарить новогоднее настроение. Анастасия Бертенева, Николай Шелко – Наши новости. Телеканал «Наши новости» подвел итоги розыгрыша совместно с салоном «Азия-СПА». Сегодня победителям вручили призы сертификат номиналом 2500 рублей. Победу ВКонтакте одержала Ольга Амельченко в инстаграме Анна Денека. В самый разгар сессии, когда уже ты напряжен, нервы на пределе, и как раз получить такой подарок – это очень, прям в тему, так сказать, замечательный подарок. Тем более, когда их, в принципе, уже, наверное, не ждешь. Хочется делать праздник детям, а о себе уже иной раз приходится забывать. Это лишнее доказательство того, что о себе никогда не стоит забывать. Самая длинная ночь в году ждет сегодня жителей Северного полушария, в том числе Алтайского края. В нашем часовом поясе она продлится 15,5 часов. В ночь на 22 декабря происходит астрономическое явление, известное как «зимнее солнцестояние». В это время ось Земли наклонена так сильно, что на ее поверхность поступает минимум солнечного света. Древние народы считали эту ночь священной. Считалось, что в это время боги, умершие живые люди, встречаются и пируют под сенью вечно зеленого мирового древа. Добавим, темный период продлится до середины января. Тогда ночь станет на 10-15 минут короче, а день длиннее. Далее прогноз погоды. Чем порадовать настоящего мужчину? Роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом. Решать только вам настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин в сети магазинов трофей. Многие мужчины мечтают о трофее. Трофей знает толк в подарках. В крае довольно морозная без осадков. Днем минус 17 ожидается в Олейске и Заринске. 19 ниже нуля в Рубцовске. До 23 со знаком минус с камня на обе и Славгороде. Барновлю ночью 17 ниже нуля. Днем награду свыше и юго-западный умеренный ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи.